Сегодня у нас вторая защита, то есть следующее защита. Сауновский Роман Сергеевич, формирование свойств карбонатных коллекторов икея Юрчена-Токомского нефтегазоконденсатного месторождения, научные руководители Ступакова Антонина Васильевна, а официальные оппоненты доктор наук Харатинов Валерий Владимирович, ООО Славнефть НПЦ, начальник департамента геологии, и кандидат наук Лякунов Юрий Владимирович, доцент Российского государственного университета нефтегазоконденсатного месторождения, искусственного сельского геологерождественного института в Ниме, в Санкт-Петербурге. Вот, если у вас вопросов нет, тогда предоставляю слово ученого субтитров. В Санкт-Петербурге окончил нашу графику. Получил сначала название коллабора, затем магистра в 2011 году, и поступил в бочную аспирантуру, которую окончил в 2014 году. Надо сказать, что он очень рано начал интересоваться в Карпатуре. И вот уже даже на третьем пути писал работу курсовой письм, курсовой письм, курсовой письм по верхним мелаграммам, медистанским кармонатам, в частности, возрождении селью, рассматривал. Затем его работа лаколадская и магистерская была связана с палеозусью, наклаживанием от Ивана Кричевского. И представляемая работа, это материалы о любви на Токомском месторождении. Причем значительную часть работы он выполнял в округе. Все документы, которые имеют в виду, имеют в саду. И еще все факторы сомнительные. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть ли вопросы? Я не выберу. Ну, тогда давай разрешите предоставить слово. Здравствуйте. Меня зовут Саутов Ирманов Сергеевич. Сегодня я рассказываю о своей кандидатской работе, о теме формирования свойств кармонатных влекторов и фейсических отложений и ручей на Токомском месторождении конденсатного месторождения. Про исследование относится к хамовскому злоту байкинской антикризмы, в европейских отложениях с терматолитов и галамидов открыта уникальная юрпчен-токомская зона нефтегазодокопления. Однако освоение этой зоны связано с большими трудностями, поскольку коллектор имеет сильное изменчивость своих фильтрационных и указных свойств и сильное изменчивость по площади и разрезам месторождения. Месторождение само юрпчен-токомска имеет блоковое строение, и большие притоки скважины до 400-500 км в сутки. Однако не все скважины продуктивны. В данной работе работа основана на комплексном изучении 16 скважин, вот они отличные, с зелеными точками. Были изучены образцы больших кубиков, более 100 штук, петографические описания больших прокрашенных шерехов, 5-сантиметровых, исследования ртутной полиметрии, растровой электронной микроскопии, а также вновь были обучены гидродинамические исследования скважин. Особенностью осадного комплекса в 10-х вложений является их биохимогенное происхождение. При придонном режиме все незеленные водоросли и самобактериальные сообщества меняли PH-среды, улавливая в воде растворенный неокислый газ, и повышали PH в величине 9 и даже до 11, что это предопределило сединационно-диагетический доломитовый состав строматолитов. Целью моей работы является установление условий формирования и определение свойств ретейских электров для оценки нефтикозаносности и общего натохомственного месторождения. Для этого были поставлены следующие основные задачи. Используем методику транспартом отсещения горных вороток и именно формы. Для переведения экспериментальных работ и изучения офици pequeño sanocz的人 dont have a latch. Исследование экологического состава дест초ных изменений В ильфейских вложений по герscheinам. Изучение морфологии пустотм пространства и оценка роли вторичных изменений в формировании коллекторских свойств построение модели распространения эльфейских коллекторов и оценкой степени продуктивности эльфейских вложений. Методика исследования основывается на большом комплексе Мы делаем металлургическое описание полноразмерного терна металлургическое патографическое изучение шрифов изучаем образцы по бинокулярным микроскопам делаем гаспору и фотоэлектронную микроскопию определяем инфляционные тасны и свойства рекламно-ориентированную газопроницаемость трех направлений также делаем вступную параметрию но главная работа основана на использовании методикулярной фотоскопии разработанной профессором Багнцевым когда выпиливается образец кубической формы и насыщается реминицирующим веществом тем самым позволяет определить тип пустотного пространства и видеть в каких пустотах сидят наши углеводороды и самое интересное, что мы получаем эффективную емкость и ориентированную газопроницаемость трех направлений что важно так же для разработки применочным методом кроме того является определение долевого содержания пор, каверных трещин в нашей инфляционной емкости также установление развития трещин, определяющих направление фильтрации и определение раскрытости поверхностной плотности и определение ориентировки кроме того, мы объявляем макологию гигмейских пустот в Юручен-Тахомском месторожении важно определение называемых вновь образованной кавернозности ну и изучаем характеристику изменчивости трещин с глубиной и неодинаковой интенсивности к развитию в разрезе кроме того, метод позволяет выявить минерализованные и плетрующие трещины как видно, на верхнем брасе он весь разбит трещины однако, на самом деле, часть трещин полностью залечена железовыми минералами это можно видеть на примере, на картинке с ним внизу когда у нас на свете только эффективные пустоты, то бишь трещины здесь кроме того, группа исключает еще исследование больших прокрашенных шлифов по большим прокрашенным шлифам нам удалось определить степень трещиноватости вторичных процессов то есть это образование трещиноватости, перекристаллизация, окремнение и выщелачивание решающими являются, конечно же, трещиноватость и развитие по ним выщелачивания вот трещиноватость представлена на двух графиках мы видим стиллоритоподобные зверистые трещины а также каверное выщелачивание вдоль полостей трещин кроме того, видны, мы изучили, перекристаллизацию особенностью юбчантохойми является укропнение роста кристаллов при перекристаллизации при нескольких генерациях окремнение встречается в виде трех типов первый это сегментогенный кремизион, который накапливается в пластовых условиях вот он виден в виде сферолитов и желачков второй, уже когда происходит у нас корововетривание и кремизион заполняет полости трещин и каверны то есть у нас образуются кремневые линзы, калцедоновые линзы ну и третий тип это просто замещение кремизиона вот видно акварцевание очень интересное заполнение вторичного пустотного пространства вот пример, это как при разных стадиях то есть сначала у нас мелкие зернистые, потом средний зернистый доломит и потом крупные зернистые заполняют наше пустотное пространство то есть полностью залечивают каверны но не всегда так происходит вот под бинокулярным микроскопом в шлифах видно, что каверна частично залечивает и даже сохраняет свою битву на гневодороде а тут видны тоже пустоты и видно грубый зернистый доломит грубый исторический так же это подтверждается другими исследованиями видно, что при соединении двух трещин образуются щебельные каверны но часть их трещин заполнена и видна инкрустация стенок и трещин и каверн а тем самым, если мы видим такую инкрустацию то можем смело утверждать, что трещина жива внутри в наших природных условиях это никакие не трещины при подъеме кернах то есть они действительно работают поскольку в них растут кристаллы изучение сумок растутых свойств петельских положений проводилось на очень больших образцах кубической формы чтобы доказать целесообразность данной методики мы сравнили их емкость по кубикам в 5-сантиметровом сравнили же со стандартными цилиндрами у нас замеры проводились при одинаковых условиях локумирования насыщения и получилось, что емкость по цилиндрам в 2-3 раза меньше емкости по кубикам тем самым, они проводились на одних тех же образцах то есть сначала у нас был кубик мы меряли эффективную емкость после чего экстрадировали и делали цилиндр и емкость становилась в 2-3 раза меньше так самым метод векулярной техническопии на образцах кубической формы при определении эффективной емкости в 2-3 раза более информативен до сложных этих коллекторов особенно для ученых о том, что месторождение кроме того, нами была определена ориентированная газопроницаемость кубикам в планете видно, что при развитии вертикальных трещин у нас происходят как бы изотропные свойства а при развитии горизонтальных трещин у нас заметна антицотерапия то есть мы меряют проницаемость педикулярная оси керна и 2 параллельных 2 параллельных но проницаемость довольно-таки большая с учетом того, что раньше был вынос керна небольшой, 50-40% но в последнее время вынос керна составляет до 90% и мы видим в замерах по сути-то небольшие же образцы по сравнению с природным резервуаром у нас проницаемость высшего станка и больше замерена на керне это в принципе довольно-таки редко в итоге было выделено и утверждено два принципиальных типов кернатов это трещина типа коллектора и таверного трещина типа коллектора остановимся на это подробно в трещином теле коллектора мы можем видеть две разновидности трещин одна разновидность трещин у нас в халцедон в халцедон на одиннезе на одиннезе где развита система тонких взаимопересекающихся трещин Небольшой раскрытости, но большой поверхностной плотности И редкие относительно секущие трещины в страматолитовом доломите Емкость таких пород составляет 2,5% И проницаемость незначительна За счет того, что они развиты крупные секущие трещины Также видна неоднозначная характеристика трещиноватости в доломите Кремльской плечи Видно, что здесь в доломите развиты секущие трещины Преимущественно вертикальные наклонные ориентировки За счет чего у нас достигается проницаемость первой милингарсии Однако за счет того, что здесь большая раскрытая трещина В среднем 70 микрон У меня эффективная демфра составляет 2,5% А вот здесь в полоцетонном виде трещины Либо практически в обломке кремлезионных трещин практически нет Либо они тонкие и питающие Вот типичный пример неоднозначности влияния трещиноваций В основном косных свойств Сейчас сравним два процесса Здесь секущие трещины большой раскрытости до 100 микрон и более Но они редкие За счет того, что они секущие За счет того, что они секущие Проницаемость составляет десятки и сотен микрон И емкость составляет 2,5% при большой раскрытости Здесь же раскрытая трещина небольшая 50-70 микрон Но и тонкие и не секущие И поэтому проницаемость маленькая За счет того, что по этим трещинкам развитащили видные пустотные щелачки, каверночки Емкость так же составляет 2,5% То есть при разной фильтрации Здесь десятки и сотни микрон, а здесь даже на микрон, а здесь нет 4,5% в среднем А проницаемость уже в сотни микрон и корси Ну и четвертый интересный тип коллектора Выделено на пористо-проницаемой радости Я бы назвал коллектора каверного порога Но по генезису, конечно, это вторичная Вновь образованная кавернозность по гречни Видно здесь, что пориск у нас достигает 11% За счет того, что он как бы каверного порога Мы здесь уже меряем остаточную воду Если в трещинах, мы по омолчанию считаем, что остаточной воды нет практически То есть 90% пустотного пространства считаем эффективным И даже больше То здесь 12% от пустотного пространства заполнен водой Прогноз продуктивных зон Геручан-Тахомского месторождения Многое было приведено анализ продуктивности, отложения И было основным закономерность, что наиболее продуктивным составляется Герученская толща Причем третий пласт, как бы третий гризонт Другие же скважины, либо не дали притоков, либо дали только буб Притоки составляют до 300-400 кубов в сутки Причем они дают углеводороды не один, где люди при испытания Есть несколько скважин, которые работают только зимой Потому что нет права по зимнему углеводороду возить И они постоянно, в течение 3-4 месяцев дают стабильный гризонт И тем самым, это говорит о чем? Что у нас высокая пористость, иначе бы мы все выбрали и все И о том, что герученская толщина более продуктивна Третья толщина В результате, при исследовании керна, шлифов, кубиков и пустотного пространства Анализа продуктивности Но и была построена закономерность изменения этих параметров По разным толщам Вот мы можем видеть, как я нарисовал линию ВНК Линию ГНК Нанес параметры трещиноватости, вторичных изменений пустот Параметры фильтрационно-мокосных свойств и притоки И получается, что у меня при омоложении разреза, то есть мы идем по ерубченской толще При омоложении у меня сначала ухудшаются притоки, а уже в ерубченской 1 толще притоков нет И в Кудюбинске на ерубченском комплексном месторождении притоков вообще не дает Нет там у него дороги После этого мной была построена принципиальная модель распределения коллекторов И вот с голубеньким мы нанесли зону распределения коллекторов с полистостью от полутости с емкостью от полутора до четырех процентов А желтеньким с емкостью выше четырех процентов Все остальное емкость ниже полутора процентов Тем самым у нас получается огромная залежь при выходе толщины Р3 на эрубченную поверхность А в Кудюбинске мы видим, что, как мы и притоки нанесли, притоки тоже есть А в Кудюбинске, несмотря на то, что есть какие-то прослони с емкостью ниже полутора процентов И на полтора до трех притоков нет Чем это может быть связано? С тем, что Кудюбинская толща и верхи ерубченской Они переслаиваются с глинским составом С глинскими прослонием, с аргелитами И в них уже присутствует глинская примесь Тем самым при перестройке бассейна Там был предвентский резионный размер У меня чистая доломитовая толща ерубченская трещина Растрескалась, и процессы выщелачивания по ней пошли А с глинистой примесью Положение Кудюбинское и Кудюбинское Они треснули не сильно Не было системы взаимосвязанных трещин И за счет того, что там есть глинистая примесь Процессы вторичных изменений В итоге была построена продуктивность и перспектив Весь положение ерубченок-натомское месторождение Наиболее перспективным зонам я связываю Выгод ерубченской толщи 3-ю на предвентскую резионную поверхность Вот она Если мы посмотрим туда на запад месторождения Так же есть эти выходы За счет того, что это более чистый доломитовый состав И активно развивается вторичный процесс Перспективные зоны Я связываю с зоной выпада на предвентскую резионную поверхность Толщи, ну, верхней ерубченской толщи ЕР-1 и ЕР-2 Но самое интересное, что при ДОКе мы все равно получаем из толщи ЕР-3, которые находятся под ерубченками продуктивно только за счет толщины УФ-3, и в ней сокращенно тошнитых замысловностей. И с малоперспективными зонами я связываю зоны выхода от уюминских поражений и поверхностей. Они могут быть продуктивны только в зонах региональных разломов. Вот, когда она сидит на разломе, ну и она дала приток. Тем самым я впервые применял комплекс методов, позволяющих выявить и оценить сложное строение пустотного пространства реферических термотолитового галамита, получить качественную и наличную характеристику трещиноватости, установить типы свойств и установить типы свойств коллекторов. Обосновал необходимость изучения трещинных и красных свойств на образца кубической формы и определил на них морфологию вислотного пространства. Выявил решающую роль трещиноватости в постсуниционных процессах, совокупное воздействие которых и обусловило развитие трещинного, прикалённого трещинного типа коллекторов. Практической значимостью стало, что материалы, исследования архитических положений, переданы лидропористы, или вот эти красноярские пельминки, и использованы были при подчёте запасов. Также материалы были учтены при разборивании и последующей эксплуатации месторождения. Потому что изначально в ГКЗ принималась порискость для данного месторождения в 1995 году одна десятая процента, в 2005 году полтора процента. Я же говорю, что эффективный полис составляет не менее 2,5%, а мы можем в среднем считать до 4,5%. То есть мы увеличиваем запасы месторождения и повышаем инвестиционную привлекательность месторождения. Потому что Роснефт пытается найти инвесторов, но у них не получается пока. Таким образом, первое защищаемое положение – фильтрационные и косные свойства рефейс-карбонатных положений определяется структурно-текстурной однородностью. Зависит от характера трещиноватости, вторичных изменений перед трестализацией и выщелачиванием применения, совокупное влияние которых обусловило сложное строение и морфологии в условном пространстве с термотолитом в ГКЗ, что проявилось в законоперности изменения типов коллекторов в природном резервуаре и в ученых-шеломском месторождении. Второе защищаемое положение, отличительное особенностью коллекторов ВТМ, является неоденаковой развитие трещиноватых системы щелачивания с термотолитом в ГКЗ, а также возле гневных и каличированных галмонит. Пластовая стромотолитная галмонита характеризуется развитием секущих вертикальных и наклонных трещин, соединяющих полости и щелачивания, образуя калерного трещина тип коллектора с пористостью 4,5% и проницаемостью 300-1000 млд. Линзолитно-волнистая стромотолитная галмонита имеет поровый тип коллектора с калерными и щелачиваниями, пористость 10-15% и проницаемость 110 млд. В окремленном галмоните развитием системы тонкостей и иссякающихся трещин с щелевидными и калерными, емкость 2,5% и проницаемость 70-70 млд. В брюкчированных положениях трещины развиты преимущества по границе самоболга, трещины тип коллектора, емкость также старая 2,5% и проницаемость до 100 млд. На третье защищаемое положение, что наибольшие перспективные связаны с зоной выхода на предъемскую резионную поверхность и толщу Ер-3. Продуктивные отложения отличаются в стоковой степени величиноватой степени и поливной новости, обладают максимальными дефектами нефти и газа. И перспективная зона связана с выходом на резионную поверхность в верхней рубчанской толщи, малоперспективная с выходом на юмидской толщи. Спасибо. Теперь вопрос. Можно мне вопрос задать? По положению вот этого безсоржения относительно какого-то бассейна. Пишет шерф у вас. Шерф принадлежит к какому-то бассейну, правильно? Да. К какому бассейну приближит это безсоржение? Сейчас это Ленотунгусский бассейн. Не помню. Сейчас это Ленотунгусский бассейн. А тогда это было Елифейское море. Ну, а какое? Где вход? Покажи, как они там расположены. Это море-то. Под Москвой, по-моему. Раньше было море Елифей. Что значит раньше и сейчас? Сейчас это байкинская антиквиза. А в Елифее я считаю, что... Да нет, ну вот этот шерф. Вот этот шерф. К какому бассейну приближит этот шерф? Морю какому? Ну, наверное. Крытому океанскому. Или бассейн моря, или озеро. Что это такое? Ну, наверное, это был шерф, а где-то туда, на юго-восток? Шерф это совсем не то, что вы толкуете. Ну, не важно. А с шерфом связано другое. Вот приливная равнина. Это тоже шерф или нет? Нет, это, конечно, не шерф уже. А почему не шерф? Вот так-то. И там у вас линза. Предвертая линза, которую делают. Вот вопрос у меня в линзе. Потому что с этим связано жизнь. Появление жизни на Земле. Потому что Елифей это 960 миллионов лет назад. 980. Так вот, если это пески, или если это обломочные стерматолиты, то как они там могли? Среди других на подставании лежат они линзой или горизонтально расположены одно над другим? Потому что из этой статьи не следует вот таких выводов, которые вы делаете. Вот я считаю, что в относительно спокойных затишных зонах у меня образовывались стерматолиты и желаницы. И в нижней части, когда отмирали, на них нарастали другие. Ну вот как они, слоистые? Слоистые. Ну тогда, это значит, вода тогда была? Вода тогда нет. Они под водой образовывались. Вода была. И иногда они даже могли выходить при подвергности. И когда они выходили при подвергности, они размывались, образовывались. Вот эти вообще... А вообще-то вы снова какого-то меня. Еще раз по вопросу меня. А что такое стерматолиты и что такое доловиты? Почему доловит в таком открытом бассейне море было? Правильно сказать? Море. Ну, нет. Когда говорили, что такое шарик. Был море. И там доловит. Доловит из моря. Покажи-ка. Или в любую геологическую проблему. Тогда было, можно. Море такое могло быть. Не знаю. Какое море с доломитами вы находите? Что нужно для доломита? Магнин. Магнин. Вот были моря, все насыщены магностью. А вот это откуда следует, что вот там магнин. И он садился с терматолитой, и вот там в этой воде находились, и они жили. Ну вот, вот это непонятные совершенно позиции. Это они первые свои монографии вот этому. Вы знаете, но они знают все, что... Ну, не все мы знаем. Знаете, знаете. Я могу сказать, что в современном океане магния в пять раз больше, чем кальция. И тем не менее, нет доломита. И не будет. Потому что вопрос не в количестве магния, а в других показаниях. Это в дискуссиях. Ситуации. Море. Здесь море. Вопросы. Мишель. Не замкнутый бассейн. Не лужа. Дискуссия. А море. Так, профессор Алексеев. Я хочу продолжить. Только немножко в другом случае. Я вот не заметил, может быть, я бы... Да, у вас есть терматолитые. Фотографии, на которых видно с терматолитовой стороны Вимаши, Парыч. У вас есть такие? Или это... Нет, это можно посмотреть на образца в публической форме. Сейчас мы посмотрим. Видны. И в шлифах, в принципе, видны. Ну, вот здесь, как бы, видны с терматолитики. Вот такие вот пласты. Их, конечно, тяжело заменить. Ну, это 20 см. Ну, 20 см. А еще, в принципе, есть большие. Ну, все, все, все. Спасибо. Нет, нет, еще у меня вопрос. Вот вы сказали про... Или упомянули синий-зеленый водоросли. Это что? Это все арка. Это что это? Ну, цианы-бактерии. Ну, синий-зеленый водоросли, это нижний водоросли, аналоги циановых реальных с того генарда. Синий-зеленый, это не водоросли, а это прокриоты, поэтому они цианы-бактерии. Но меня обожите, пожалуйста, если вы говорите о том, что в строении этих пород принимали участие каким-то образом циано-бактерии, значит, вы каким-то способом установили их присутствие. Какие? Ну, циано-бактериальное сообщество улавливая из воды растворенные... Нет, как вы установили, что это именно циано-бактерии, то есть способные к фотосинтону? Ну, в ретейле, наверное, других-то и не было. Почему? Было полно, которые без всякого фотосинтеза и сейчас. Ну, просто правильнее называть эти породы микробиальными, а не, значит, за того, что доказать от него. Так, следующий, можно, пожалуйста, Николай Восифович и Рюмин. Вот я смотрю, Ваш автореферат. Здесь бросили два раза следующие. Уникальная Юрубчено-Тахомская зона. Еще одно место. Уникальные Юрубчено-Тахомская и Куинбинское месторождения. Что Вы вкладываете в термин «уникальное» в данном случае? Ну, я имею в виду объемы милландородов, то есть в Юрубчено-Тахомской зоне объемных запасов, счетового ресурсов, два триллиона тонн. Правильно. Вы совершенно правильно употребляете термин. Это речь идет о величине разведанных запасов. И вот вопрос. Что такое уникальное месторождение в дине нефти? Я не знаю. У меня вопрос к Вам как специальности. Уникальное, по-моему, считается от 500 и выше миллионов тонн. От 500 миллионов тонн. Если ресурсы от 500 миллионов тонн, то это уже считается крупным уникальным месторождением. Понимаете, в мире уникальных месторождений нефти единицы. Ну, может быть, так, 50 миллионов. Является ли Ваше месторождение уникальным? Является. Потому что у меня открытые месторожения только Юрубчено-Тахомска и Куйбер. Ну, ресурсы оцениваются в Юрубчено-Тахомской зоне в 2 триллиона тонн. Запасы Юрубченского местоража Юрубчено-Тахомска оцениваются в 350 миллионов тонн запасов. Это на настоящий момент. Если вы посмотрите с моих выводов, то я користость, емкость поднимаю на 1%. То есть, тем самым, мы безопасно увеличиваем. Куйберское месторождение 280 миллионов тонн. Кроме того, получены притоки на северо-западе Абадинской антифлизы в Аргийской скважине и в Шушубской скважине в Зельфее также получены притоки. Мне кажется, ответ ваш не совсем правильный. Потому что, вот скажем, я специально посмотрел, но я располагаю не теми данными. Наши разведывания запасов по категории С1 этого месторождения примерно около 65 миллионов тонн, а по категории С2 172 миллионов тонн. Вот такие птичники категории С2 вам не пользуются. То есть, мне кажется, вы как-то все-таки неверно употребили за теми виска. Нет, это уникальная, в общем-то, Акомская зона, и я еще говорил о Академе Контаровиче, то есть как бы это известно с 80 миллионов тонн. Понимаете, для любого полезного и самарова, в том числе и для углеводородов, существует вполне определенная граница по величине разрядовных запасов. Говорят, мелкое месторождение, редовое месторождение, крупное, очень крупное, уникальное месторождение. Это более симпатично. По отношению к чему уникальный? Вообще к району или вообще? Вообще, вообще. Вообще, в мире уникальный. По Академе Контаровиче, так, я бы не хотел. Так, я бы не хотел бы. Отчерезаю вопрос. Профессор Манецов. Если можете посидеть. Ну, вы понимаете, как раз мой интерес к вашей работе. Я, чтобы не было себя всплываться, я просто по администратору, который прошел внимательно, и потом с сердцевого часа посмотрел. Значит, я просто пройду в ваших текстах. Значит, гиловые постройки. В России гиловые постройки свидетельствуют о воспользовании непостоянного гидродинамического режима. Вы объясните, пожалуйста, в чем смысл этого непостоянного режима, и который идет в образовании подобных построек. Или Макмал, приведите, Орехалу и так далее. Ну, вот что я здесь имею в виду? Потому что сначала были какие-то спокойные гидродинамические обстановки, и у меня отформировались вот эти вот гиловые постройки. А потом вокруг них, других соседних скважин, под шкалатку все построено под скважинами. Мы вскрываем карбонатно-обломочный брейк. Причем, если вы сейчас прочитали дальше, это видно не по одной скважине. Да нет, кроме словами, я, конечно, не представляю, что есть такое, поэтому нет. То есть я посидел по нескольким скважинам. То есть самое, что были сначала спокойные условия гидродинамической обстановки, и у меня накапывались, образовывались иовые постройки. А потом какое-то штурмовое воздействие, воздействие волос. То есть уже были беспокойные гидродинамические обстановки, и у меня образовывались вот обломочные... Простите, есть обломочные шерепки из тех же меглитовых оппород белых холмов и другие структуры из холмов? Ну, я думаю, что и то, и другое присутствует. Так, теперь еще вопрос. Значит, вы пишете, что роль трещиноватости приценить сложно, поскольку именно трещины, я читаю еще раз, именно трещины являются проводящими каналами для минерализованных растворов, способствующих выщелачиванию и окремнению. Ну, и так далее. Значит, крайне я понял, что все эти процессы окремнения, ну, выщелачивания, это процессы вторичные, постсилиляционные, причем значительно более пользы, чем силимитация. Да. Тогда силимитация высылается на работу, что вы упоминаете, или не работу Наталья, ну, правильно, Наталья, фух, Кобеля, которая показала, что вот эти коберны проливаются в условиях тех частых перерывов континентальных, которые есть при этом мелководке. Как вы считаете, если правильное положение, или вы его полностью опровергаете, все коберны это вторичные? То есть, ну, вторичный данный, то есть уже совсем поздно. Ну, нет, работу с Кобелевой я, конечно, ни в коем случае не опровергаю, не осылаюсь, у нее очень интересное положение на том, как образовывались и силимитационные, кремнистые отложения. Я согласен, но наполовину. То есть они образовывались, что-то перерывы, но это уже вторичные процессы. То есть все равно наши отложения были выведены на поверхность, и происходили процессы выщелачивания. Ну, то есть это практически, ну, группа силимитационные процессы. Ну, ну, да. Так, и я позволю вам, что я с этим посмотреть. У вас на странице 129 нельзя на хорошую фотографию. Вот тут есть подсвечка. Я понял, понял, да. С кваши 5B. Вот эти каверные, по-вашему, когда промерутся? Это вот пример. Вот аналогично вот этому, правильно? Нет, нет, нет. Ну, они еще более крупные. Ну, да. Ну, ладно. Но они могли, и тут два варианта. Это разные вещи совсем. Они, два варианта, которые могли образовываться. Первый вариант, это как по скорберге, то есть вы поднимались отложения на поверхность, внутри лифейского перерыва, и происходили процессы выщелачивания. Второй вариант, это процесс лекарства уже на глубине. То есть по трещинам происходило выщелачивание. Когда именно произошло, ну, мне кажется, это очень сложно. То есть это практически невозможно. Еще у вас было вопрос. Да, я прошу прощения, поскольку... А у меня есть вопрос, да, по трещинам. А у меня есть вопрос, да, по трещинам. А у меня есть вопрос, да, по трещинам. Сейчас уже, ему легче будет отвечать на детали. Да, ну, чуть-чуть шут. Ну, это может быть такой полузамечательный вопрос. Текущие детали и трещины явно металлического происхождения. В других глазах, без сомнения, эти трещины обладают. Вот вы можете доказать, да? Явно и без сомнения. Ну, эмоции. Мне-ка, ну, невозможно, да? Можно, смотрите, мы видим, сколько здесь... Масштабы, я не забыл показать, но метровые, то есть 3 метра, то есть 3-метровые трещины. И они как бы разрушены, и в них видны следы тектонических контактов, то есть растеркости. То есть они, скорее всего, явно тектонические. Но, возможно, конечно, может быть, и эмоции здесь влияют. Маленькое сомнение допускаю. Допустим. Хороша ответить. Да, еще вы, Дарья Сергеевич, у вас сейчас. Сейчас, сейчас. Нет, а там, мол, его фотографии вот. Да, все такие. Даже с... Вот, есть. Фотографии. Пришликовки. Полиаппарат. Вот, есть. Ищи на рабочие? Вот. Вот эти точно рабочие. Вот эти точно рабочие. Нет, мы не про эти. А вот эти, не факт. Какие-то из них, скорее всего, будут не рабочие. Техногенные. Да, причем они не обязательно... Вы нашли, или я сейчас Павел Николаевичу вопрос? Ну, мы проверяем, техногенные они или нет. Нет, это тоже нужно. Пока... Если бы мы, Павел Николаевич, ищем... Да ладно, я вам. Павел Николаевич, задавайте. Ну, мы с вами, Павел Николаевич, пишут, что... Выделяется три принципиально различных по времени и гений субэтапа формирования отложений. Значит, это беломитовый, кальцитовый и антиритовый, да? Вот. На странице десятой, веферата, внизу, под этим профилем. Вот это три этапа. Вот я хотел спросить. Когда у вас беломитовый, скажем, этап совмещается кальцитовым. Это накопление из гильяков кальцитового состава. А кальцитовый, антиритовый, как-то так прыгает. Не так. Ну, я не знаю, я так понимаю. Вот, верно. Я поэтому задаю. Может, потом вот здесь... Да, покажите ему место. Посмотрите, у Павел Николаевича, где он... Один, что он вообще... Не только по времени, а по этапам. Он сначала... Нет, а до этого он пишет. У него доломиты, кальциты и антиритовый. То есть они правильно так формируются. Но вот так вот так происходит. Ну, забивается. Сейчас, минуту, Павел Николаевич. Я думал, что я имел в виду о вторичных изменениях внутри трещин. Если мы вернемся, то есть у нас росли сначала баломиты, а потом могли и расти антириты. Ну, как это будет, Павел Николаевич? Это невозможно. Чего? Ну, что, стадиен... Ну, это невозможно. Разные там радиусы емные. Так, ну, это вы микроскопики видели, скажите, что... Ну, мы делали нипоскопическое изучение. Емные радиусы разные, составы одинаковые, а... Ну, если это тысячами или миллионами лет разобщено, другие... Я не знаю, он пишет. Но это можно. Нет, мы делали типа 2-краскопики. Он имеет в виду не седиментогенный процесс, а вот трещина, по которой, может быть, не один раз прошло. Да, да. Вот мы можем посмотреть, и все. А дальше только нужен фаст. Если вы под микроскопом этот фаст видели, или это ваша форма? Подсходящий микроскоп так не показывает, а дальше надо возборно, и на безвозборно это рассмотрим. Но будет ли это так, скажем, для смены режима? Это будет в частном случае в маленьком образце. Так, ну это мы на дискуссии оставим. Давайте еще вопросы. Да. У меня три вопроса. Первый вопрос, который вы могли бы сказать, по демократическому системе, в нашей материи. Три вопроса. Вот у вас написано, что самый нижний тренировался в условии крайнего мелководия. Затем дальше пишите, что там мелководная обстановка сохранялась, а позднее произошло отмеление бассейна. Второй вопрос. Вот что означает активизация волновой деятельности, связанная с преливно-гибрами течения? Преливно-гибрами течения, соответственно, условия полноприводной. Это разные вещи. Абсолютно разные. Но учитывая сбор из течения, мы очень заправлены на арабаторию, на колодии, на колодии, наверное, высота на колодии бывают сотни метров. Сейчас, например, за метр, как это связано вообще с активизацией волновой деятельности. Вы понимаете, как? Весь эти вопрос. Почему у вас в одном случае в мелководии, или там, ранние мелководии, наказываются через километр, отложения? А в другом случае в дальнейкой с глинисткой патрионалом? Наверное, не совсем корректно вырвался мысль. И в клюбинское, в долгогатинское время на северо-востоке, на севере у меня произошло погружение. Ну, и я так связываю. Там, в скважинах скрываются глинистые пропасты. Я связываю, что в долгогатинское, в клюбинское время территория погрузилась, за счет чего у меня накопились глинистые отложения. В клюбинское время преобладали безбрежные ошеломовки формирования глинистов для логики. Но и такие приобретенные обстановки были в более раннее время, но там, на которые включены, только полометы. Вот с чем это началось? Наверное, можно с источником сноса, либо с более погруженной частью в глинистское время. Чтобы отложения были неприбрежные, но все равно более глубокие, нежели чем в глинистское время. И стоит время увеличить производство глинистского материала? Да. Еще вопрос. Пожалуйста. Назовите. Как проводилось измерение емкости на кубах? Емкость определялась сначала мы брали образец кубической формы и люминофор либо пенетрант. Эта жидкость максимально приближена к своему привидному составу к привидному месторождению. К фазному составу к привидному месторождению. Дальше их одновременно в разных эксикаторах выстраивались и вакуумировали до глубокого вакула к 10-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7- craft移 ad質 Moture 7-6-10-8-7-7-7-7-8-6-8-7-8-6-7-6-7-6-7-7-6-6-6-7-7-6-7-9-7-8-6-7-7-1-8-7-2-7-7-7-6-7-7-7-7-7-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-6-7-7- resolve вакуумирование То есть То есть мы заполняем браслокубический корпус сначала на третий, кран перекрываем и браслокубический корпус продолжает вакуумироваться. При дальнейшем вакуумировании происходит капиллярная подбитка. И они по капиллярам поднимаются, и на стенках по тречным опорам получаются как бы выпады от вакуумирования. Дальше мы заполняем по половину и также на 3-4 часа оставляем вакуумирование. Как только появляются выпады, мы его заполняем уже на 3-й этапе полностью. В принципе, работа у нас уже заканчивается, и мы под вакуумом оставляем и с утра производим спереди. Вы можете померить его? Объемы глибодорозного, объемы глибинопора, вошедшие обратно. А как вы объяснили? Ну, метод преображенства, то есть... Метод преображенства. Емкость на цилиндрах вы мерите как? Мы с цилиндрами мерили аналогичный смысл. Метод преображенства. Если у вас на соответствующем в вашей работе, на соответственной рисунке 5.21, показано, что у груз абсолютно экраза приметаемых горизонтальных и вертикальных направлений, у вас одинаковые. Вопрос, почему у вас емкость по кубикам 5 на 5 сантиметров в принципиальной везде больше, чем емкость по цилиндрам 30 на 30? Ну, как 3 на 30, например. Мы считаем, что это связано с сложностью резервуаров. Особенности ученого татунского месторождения преимущества это широкий шаг между трещинами. То есть трещины удалены друг от друга. И тем самым получается, что при цилиндрах у нас менее информативный образец, соответственно, меньше пустотного пространства по сравнению с плотной матрицей. Вопрос. Вопрос. Проводить любые исследования на цилиндрах, которые, соответственно, предлагаются американскими вариантами, то есть полотно не может. А тогда вопрос, почему мы считаем, что кубик, который вы померили на емкость, на кубикер, будет принципиально правильной по сравнению с гостированным цилиндром. Либо вы тогда даже говорите о том, что у вас цилиндр, который вы выводите не так от полотно. Потому что по хвосту и по ГКЗ, то, что вы предложили, это теперь выходит на ГКЗ. И люди на ГКЗ будут говорить, что вы увеличили скорость на 1-1,5%. Значит, в ГКЗ принята методика определения емкости по цилиндрам. Каким образом вы будете доказывать в данном случае, что емкость по цилиндрам у вас неправильная, если вы говорите, что это связано только именно с объемом? А вот я факты не понимаю. Дело в том, что... Это объяснение уже. Нет, это не объяснение. Значит, если он идет разговор... Нет, мне просто нужно, чтобы Роман Сергеевич запустил, как он доказывает, что емкость на кубе... Вопрос, как доказать, что емкость на кубе измерена более правильно, чем на цилиндрам. Все. Все. Дальше. Сейчас сложно построить директоров, как Грибченко и Тахновского сторожа, как я уже это сказал. Широкий шаг между трещин. То есть меньшее количество трещин попадает в наш цилиндр. Ну, условно говоря, если мы разобьем стекло, оно как-то лоднет в разную трещину. Вот мы выберем кубик, и в него кладем большую трещину, неже, чем в цилиндр. А в цилиндр вы можете спокойно кладить трещину. Широкий шаг, и в цилиндр, и они технические могут быть... Так, вредим. Время, время. Время. Сможно ли мы на свете? Валентина... Так, что-то я уже спрашиваю. А, мне было интересно, какая толщина или мощность ваших отложений, которые вы изучали? Ну.. Мощность отложений... То, что вы изучали. продуктивно 50-70 метров, не больше, а нижняя ерубченская толща это UR-3, UR-4 до 300 метров, UR-3 у нас на максимальном количестве 300 метров. Достаточно 300 метров. Какое количество образцов характеризуют у вас эти 300 метров? И как? У вас гигантское месторождение? Уникальное, но все равно. Пусть оно будет гигантское или проще. Итак, сколько образцов характеризует ваше минимум 300 метров такой огромной площади? Это мы изучали продуктивный интервал, который 50 метров. 50 метров, да. Сколько образцов? Нет, нет, здесь сравнение произведено по 100 с чем-то по образцам. Я писал. Сколько образцов? Сколько образцов? Сколько образцов? Сколько представителей такого типа трещиного пространства у вас были из этих 100, 120, 150 образцов? Ну, порядка 5-10 на каждой. То есть, в каждой из них характеризуется выборка в 5-10 образцов. Я предлагаю. Ну, тут знаете, что у нас есть проблема? В том, что были исследовательные образцы, которые были в 90-х годах, а в 90-х годах вынос керна был 40-60%, как я говорил. Больше получились у вас значения? Или меньше? Мне сейчас немного минутно объясняется. Вот это вот для каждого типа это один такой у вас тип? Нет, 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 есть выборка. Теперь, мне очень интересно, когда вы пишете, что у вас для выборки какой-то, для чего-то, для доломитов определенного секунционного, не знаю, типизации, у вас користость эффективно составляет 3,5%. Это означает, что все доломиты, которые попадают в эту группу, они попадают такой пористостью? Ну, похожи, да, на плюс-минус разброски. У них есть 5% пористости, есть? У этих нет. А 2% пористости? Ну, для каждого типа, который писал... Ну, я спрашиваю, что у вас написано? Вы даете для типа породы одно значение пористости и проницаемость, это же абсурдно. Ну, не понимаете? Ну, я понимаю, но я пределы постарался дать им... Это не пределы, у вас одна цифра с десятой доля, для целой группы. Вообще средних и средних. Ну, это другой вопрос. Это не другой, это вопрос доставительства. Значит, можно я спрашиваю еще? Можно я спрашиваю? Да, можно я спрашиваю? Вот, когда вы говорите, все-таки у нас индукционная основа, она происходит в таком закрытом, что-нибудь, да? Вот вы говорите, что у вас это иловые холмы. Иловые холмы – это медельное событие пользование. Есть строго-определенный организм его формирования, да? Улсорские холмы – это стратегический симпатологический тип такого рода образования. Какие у вас основания называть вот эти вот что-то там, я не знаю, хозяйки, которые вы рисуете, иловые холмы? Это же не просто то, что вы не думаете. Биогенное тело. Почему биогенное? Биогенное тело не может иловых холмового. Это разные вещи, да? Вот это вот, я сразу спрашиваю еще. Последнее, возвращаем на положение. А что до этого, до вас никто, такие работы вообще вы впереди? У тебя же не так. А кто протестует против того, что федерационно-секасные свойства зависит от условий накопления и не вторичных преобразований? Кто-то вам говорит, вы не правы? Нет, подожди, давайте ему вопрос. Он на первое не ответил. Что вы защищаете? Он ответил. Ответил, правильно. Ответили, да? Правильно. 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 Так. Тогда последний вопрос. Последний. Что вы защищаете в своих защищаемых положениях? Какие? Кто против того, о чем вы пишете? Никто это против того. Зачем тогда вы защищаете? Это допустим. Зачем вы защищаете? Масли? Да. Вопрос в разучен так, что нового в ваших защищениях положить. Олег Васильевич, а сейчас вы еще дальше? Да? Дальше есть вопросы. Либо вопросы, либо идем дальше. Держите. Первый вопрос. Я как-то делал комплекс и выделил, доказал большую эффективную дленность. Большую эффективную дленность. Так. Давайте еще вопросы. Склон лазим? Склон лазим. Склон лазим. Ну тогда давайте выслушать его на 4-ом. Спасибо. Присядьте. Нет, я не буду так. Работа Романа Сергеевича это пример того, что можно делать новые исследования на базе исторически сложившихся хорошо используемых методов, которые были у нас давно, работали. Они не были забыты. Они живут и где-то они меньше стали использоваться, перешли на новые технологии, что-то стали забывать. Но этот метод очень хорошо работал. Этот метод прекрасно разработал Ксении Ивановой Барлинцевой. Она когда была, она и сейчас в силе женщина, молодец, несмотря на то, что 93 года, я не побоюсь, я горжусь Барлинским возрастом. Она этот метод просто подняла вне гнили за счет этого метода. Вне гнили славилась тем, что в нем работала Барлинцева и работал этот метод. Что произошло дальше? Ксения Ивановна потихонечку, ну она стала работать менее активно, хотя до сих пор она работает. Вне гнили потихонечку этот метод оставили. Мы перешли на новые исследования, на новые технологии. У нас стали выпиливаться цилиндрики, томография пошла. Кубики отошли на второй план. Но нашелся молодой человек, который приехал к Ксении Ивановне в гости однажды. Ксения Ивановна его заразила своими теми работами, которые она проводила активно в 70-е, 80-е годы и ранее. И Роман стал ездить к Ксении Ивановне, учиться, даже устроился по совместительству в угни гни, чтобы понять, как работает это оборудование, перенять опыт. И вот этот опыт он перенял. Но в чем новизна его сегодняшней работа? Он не повторил только работы Ксении Ивановне. Он сравнил и дополнил те исследования новыми нашими, технологически новыми измерениями емко-пустонного пространства. И вот на базе вот этого симпиоза, почему я даже не побоюсь, мы сидели, обсуждали тоже, впервые применим комплекс методов. Да, один метод применялся тогда, другой метод применяется сегодня. А вот совместить эти методы, это было сделано впервые. Конечно, не без помощи Ксении Ивановне Багринцевой. И я на самом деле очень горжусь тем, что метод Ксении Ивановне Багринцевой теперь будет наиболее активно развиваться в Московском государственном университете, у нас здесь на кафедре, и мы будем вне-не помогать его не потерять, сохранить и продолжить дальше развивать. И, в общем-то, это заслуга вот этого молодого человека. Он очень устремленный, очень скрупулезный и, самое главное, очень педотично, аналитически, у Романа очень четкий аналитический подход. Он, если меряет, то меряет. Может быть, где-то у него не хватило фантазии для того, чтобы тут описать холмы там или прогибы. У нас здесь был еще океан, там под Енисейским кряжем испугался, убрал этот океан. Ну ладно, бог с ним. Это уже фантазия, которые дальше придут. Роман будет расти, развиваться, писать, думать. Это все будет. Но вот на сегодня как раз сделана очень большая работа. Не потерялся, сохранился тот метод, который жил активно, очень много дал. И на этот метод, этот метод применен в комплексе с современными нашими новыми исследованиями. Может быть, конечно, в этом плане я… Вопросы к руководителям есть? Нет. Ну, тогда разрешите дать слово учебному субститу. Надо напомнить? Нет. 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 Очень сложно. И они должны идти по инструкции. Иначе важно… Можно здесь за что раз. Конечно, удовольствие. Так. Уликент. Конечно, удовольствие. Отзыв. Отзыв. Организации выполнения работа это кафедра, Я не знаю, что скажу, но поровко отмечу, что тут указывается актуальность проведенного исследования заключается в изучении низковерных коллекторов, но он растет при открытии разработки новых месторождений, причем при всего относении изучения к такому, например, месторождению, как сеталон, который может обладать в этих месторождений. Идут еще тут отмеченные, что вот эксплуатацию уникального и учебного образования в России является приоритетом задач, что вот эта срочная, то срочная программа изучения методов, в принципе, просто не находилась в целиком фазе. Но лично участие автора в этих работах достаточно сказано, как нам это было известно. Достоверные результаты достигнуты за счет применения комплекса современных методов. И, прежде всего, как мне приятно, есть эти отписки, что доказано путем сравнения с салонкательным методом исследования. Как раз применением различных методов, связанных научно написано, также к этому относятся на время решающие пробу трещиноватец непосредневекционных преобразований, что обусловно развиться сложно построено, когда не трещина, а не трещина, а не трещина. Практическое значение заключается в построении предприятия модели производительных территорий и составлении карты перспектив нефтегазоносности. Выборки получены автором, рекомендуемые метры пользователей для выбора первоочередных объектов в уровне и достоверного обеспечения. Продолжение следует... 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 что имеет существенное значение для производства мероприятий в основном сырья, а в триферах полностью соответствует содержанию диссертации. Ярмон Сергеевич Саудин заслуживает предсуждение на члены технических кандидатов его логических данных подписаний в стиле 23.12. Все форматы стенденера 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 стенденера. Кто подписал? Подписали в Маркулис, Доктор и Атнова. Атнова? Атнова? Это же нам... В основном выиграть работали. Да, не раз. А, да. Ответьте, пожалуйста, все романы. Подождите, еще подождите. Еще там отзывы есть. Отдельно он уже ответил. Ну зачем? А, ну тогда вы согласны вместе? Да. Теперь он уже на автореферах. Значит, всего поступило 20 отзывов. Соответственно, на автореферах 17. Значит, отзывы. Аня Хасимов. Доктор. Академия премьеральных присутствий в Казахстане. Не ясно. Здорово. Академия премьерных поселения с данными сейсмо-фициальным построением и бездраждением. Отзывы. Адважды. Доктор Варкей. Тут препятствия к употреблению термина перспективность. Лучше использовать термин продуктивность в концепте. Положение, разновременность, образование, различность систем речи не расшифрованы. При перечислении эльфейских залежей, забытое жуткое залежь, а при упоминании нефтегазователинского и Лунингского. Бойко, доктор южно-федеральной области. Непонятие нефтегазователинского, неудачные слова сочетались и сегментации с каком-то дождьевой Вольфове. Король, кандидат, судьбы. Не приведены результаты геофизического исследования скважин и непонятно, как полученные результаты корреспондируются в ГИС и в каких метрах окажутся в ГИС. И еще ничего не сказано о порядке установления и ориентации в ГИС. 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 Метод декапиллярной дефектроскопии известен давно, и о каком план автору его совершенствовании непонятно. Следующее. Классификация трещин опирается исключительно на геометрические наблюдения полностью решена предположения в облево. Следующее. Характеризует промышленность геометрических образцов ничего не сообщено о методике проведения экспериментов. Крыжок, кандидат Газпром и ГАЗ. Малым и моим делимом условиям осадка накопления вызывает сомнение наличие коллектора. По уровню типа коллектора продуктивный получивший биологию. Семенникова кандидата технических наук. Институт Турорал. Непонятно, как рисунок 8 аптеретера, так и большую гастазерность величин, емкость. Вот все. Докторы из Аксидута проблем неотягиваются. Соро. Не указаны границы исключения территории. Нет данных о горизонтальных трещинах и в принципе о геологической природе трещинах. Ну и следует дополнить геологический лучший вектор Аксидута. Соро. Доктор. Игон Г. Москва. На схеме корреляции отсутствует. Именно корреляции и конструкции никак не учитывают, что изученный интервал представлен в основном перерыве, которое редко сняли с осадками накопления. Эфим. Генеральный директор. Стоит ГИМС. Тут критерии к защищаемым положением. В частности, недостаточное положение сказано в пункте терапии. И для третьего положение неискусственные данные от эффективной мощности. Уголей. Доктор. Непорректная интерпретация системы ЧТО. Так как при реальном масштаде будут искажены разломы и глупо. ГИМС. ТОП. Непорректная интерпретация. ГИМС. Неясный способ определения различных свойств. ГИМС. Неясное количество исследований. Складно, нужно сравнительно получить. Скорпетировать, что монтокольфировать. Отзывы замечательного. ГИМС. 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 Замечание предыдущей организации о том, что использовали паклярную дефетоскопию, но не использовали прокрашенные шлифы, мне кажется странным, поскольку вы сами видели, что большие прокрашенные шлифы были использованы, причем с одной из граней кубиков 5 см, плюс по поводу сравнения, я думаю, что тоже вопрос не актуальный, поскольку Семен Багенцев защищал свою допускную диссертацию, этот вопрос был решен, и люди признали, что они в принципе задержали развитие науки на 10-15 лет. По поводу замечания биографической, нет полиографических карт, да, я с ним согласен, но это, наверное, я считаю, больше как пожелание с работой на будущее, надо постараться их построить, восстановить, что им интересно, может получше. И патриографическое учение шлифов по методу Фортунатовой, не знаю, что ответить, потому что мне кажется, что лучше не надо. Таблица пенделей в одну большую призму. Относительно отзывов, вопросов на отзывы, я бы хотел ответить на вопрос Баженов по поводу перспективности и продуктивности. Ну, согласен, скорее всего, не совсем корректный мной был применен метод фразы. На вопрос Байфо о непонятном генетисе, действительно, я, наверное, слабо уделил мало внимания его в периферате, однако в самой работе детально-разно-детально расписан генетис донамитов, и он седименционный радиогенематический, конечно же. На вопрос коровенный про ГИСы, какие ГИСы наиболее перспективные нужно сравнивать. Довольно-то сложно коррелировать, мы, конечно, ГИСы смотрели, но детально их не учитывали, и, на мой взгляд, наиболее информативным будет FMI и нейтронные методы их изучения. Относительно ориентации образцов публической формы, образцы выпиливаются относительно оси кермы. На отзыв на замечание Сергея Валерьевича Круначевым по поводу параметроэффективной емкости. Ну, это емкость, которая содержит и фильтрует углеводороды. Нет сообщения о усовершенствовании метода, ну, наверное, не усовершенствовал, а о таковом, какое-то более правильное слово. Фотографирование полноразмерного керна, изучение трещиноваться с полноразмерным кернем и так далее. Ну, еще хотел ответить на отзыв на замечание Ягушиной в сравнении с компьютерной демографией. Компьютерная демография проводилась в настоящий момент. Не хватает разрешающих способностей до больших образцов. А, в принципе, с остальными отзывами, я согласен, постараюсь учесться в дальнейшей работе. Теперь присаживайтесь. Теперь достало время оппонентов. Юрий Владимирович Тепунов из нашего Уфтинского инститета. Возвольте просто читайте, что остается раскрыть, что надо. Отвольте диссертации, она очевидна, потому что проблема калиброва существовала. Ускорбуйте, пожалуйста, погромче. Актуальность была работа очевидна, потому что ерубчан-таповская зона, это все знают, строение коллектора до сих пор неизвестно, не очень понятно. Структура работы. У вас есть у всех автореферантов, я могу уже что-то зачитать? Я думаю, что это не нужно. Научная новизна. Понятно, что научная руководитель очень правильно сказала, что старый главный предмет вдруг был усовершенствован и не использован. Он его начинает возрождать. И этот метод совсем неплохой. Им нужно пользоваться практической значимости. Даже если он увеличил или предположил, что у него более, то есть на сколько процентов я заработал? На два процента? Не хватает геологии. Не хватает. Не надо быть вопросов про палеогеографию. На самом деле, я думаю, что они там были. Делаем холомобиль, называть, наверное, не надо было. Можно было ограничиться органативным постройками. Я сам видел на сейсмике. То есть я не интерпретировал сейсмику. Вот с такой позиции. То есть вы океан видели? Нет, не океан. Я видел эти постройки. На временных разливах. Так как в сейсмике можно над океаном не дойти, никто там ее проводить и не собирался, и не будет. Поэтому то, что вот эти двумобразные фазы там есть, я почти не суммирую. Это мне нравится. Ну, это уже было то время. Ну, пьянь уже. Органативные постройки. Органативные постройки, да. Ну, там, да. Лучше прочесть. Да, лучше прочесть. Лучше прочесть, а то, как я все передумал, мы ничего не можем понять. Что вы там такое? Четко, ясно и понятно. Да. Ну, подождите. Простите, вас терпит, скажу. Ну, прошу вас. Дискуссионный вопрос о заключении к работе. В работе автора достаточно внимательно уделять тектоническому строению и страждению диагональному работе. Вообще нет. На представленной модели эрефийского комплекса имеет относительно... На представленной модели эрефийский комплекс имеет достаточно простое строение, предполагаемые модели, хотя это не совсем соответствует действительности. Непонятно, ну, нигде в диссертации не сказано вообще источнице углеводородов, откуда поступает углеводородов, где нигде на эрефийский комплекс, когда проведена генерация и так далее. Общая оценка. Детальное лабораторное исследование термоматериалов, анализ строения, условия формирования и построения гидрофизической характеристики разведок, отражает личные платы авторов, создают научную работу и доказывают полученные выводы и освещаемые положения. Диссертационная работа содержит большое число информативных ресурсов, выбираемые в карте, текст, написанные гранты и профессиональные бюджеты. Автор рефератов и публикаций в полной мере отражает содержание диссертаций. Роман Сергеевич Савуткин доступен. По моему мнению, присуждение ученой степени кандидата геологии на логическом специальности 25 кг, геологии, 8 кг и разведки. Вот все. Спасибо, Юрий Владимирович. Теперь второе понятное. Придется зачитать его отзывы. Второе понятное я сейчас скажу. Доктор наук Центрара Киенов Валерий Владимирович, начальник департамента геологии ООО Славнефт НПЦ. Какое ООО Славнефт НПЦ? А, да, да. Работа с ОООО Славкем посвящена решению крупной актуальной, научной и прикладной проблемы Выявление особенностей формирования и свойств перифейских карбонатных корректоров первого чем-то такого, что вы можете разговаривать с разными растениями. Актор, проанализировав, имеющийся мотивом данных, а на местах растениях проводят на облете многих скважин. Пришел к выводу, что доставить обновление интеракционных демоказных свойств перифейских карбонатных корректоров эффективно лишь при их оценке комплексом методов, зачастую ранее перевернувшихся при аналогичных работах и месторождениях. Причем их исследования должны проводиться на полноразмерном теории и больших образцах публической формы. Ранее, все выводы на лекарственные свойства при физических карбонатных зонах обосновались на данных интеракционных течениях на малоразмерных образцах кернах. Результаты аналитических работ по углубленным перфес трещинам и галерных трещинам на больших образцах дали умения автоработан более адекватные по сравнению с имеющимися. Данные об их эффективной емкости и в условиях анализотропных среды эльфинского пространства доставят нажим к армитированным газом методов. В путь до этого свидетельства следит невеличина пяти емкостей коллег предыдущих лекторов, вызывающих преимущество в общем магнитетическом образцах равного 4,5-5%. Ранее, аналоксированные в данных документах диапазоны 0,8-1,5%. Полученные данные свидетельствуют до необходимости изменения в представлении об объемных эффективной емкости сферучения на фронтном стратегии. Таким образом, применение комплексно-эффективных методик на процент большого размера привело к принципиально многому результатам, имеющим не только научное, но и главным образом прикладное значение. В первую очередь, для адекватного подсчета запасов и номеров рациональной разработки месторожительного. Защищаемые приложения акумунитированно подтверждены анализом всего Василия Камера и опыкского изучения. Сделан упражнительное по зависимости в результате из фез-префейская трещина авертошечная от структуры значит, неизменная изнутри изменена преобразованием в щелочной прибыль OK. Второй 어пратик представляется положение вне одинаковой развитии мощитобладной системы и выщелачивания в разновидности ламит. Третья Наибольшая продуктивность ирубчатоконского месторождения, как и связанные с зоной выкраны на фельдфекцию и грузионных поверхностей в плане более ирубчатской площади. Менее продуктивная зона, связанная с ней, и на этой поверхности отложения верхнему ирубчатской нежной ирубчатской площади отличается высокими небольшой эффективной системой. Долженную предметскую коррекционную поверхность в случае поверхности представляет собой идиотерапевтическую систему, пределы которой все сквозные сообщественные должны забыть через сеть раздромов, перечисленных властей объединенных коллективов и на этой поверхности отречественных типов. Вывод о высоких вентгарских свойствах нежели к честной толщи по сравнению с другими, если нет толщины, в правопучем и в честном подъеме. Дальше идет в вечернее, что относящиеся к честному. Но при этом надо учесть, надо будет учесть в том, что в гипергенные процессы, приведущие к формированию колебанного кассового клеща и юристового пара, и более пенсионные, пределы коррекционных выступлений. Но к удобностям и страдания процесса гипергенеза разрушены в обществе выступлений как у юристовской толщи, то есть уровень постепенционных изменений эльфийского месервара зависит не от лосоцитопции, а от эльфийского положения в период по юристовской и ранее эльфийской перечисленной санкции. По одному заключению, выводы полученные в инсорбационной работе имеют практическую ценность, рекомендую не предпочтувствовать силу для обоснования постепенности и выбора рациональной системы разработки. Апробация работы проведена на мое совещание, конференцию опубликованную в ряде работе, о которой говорили многое. И, как правило, Сергеевич Саукин заслужил присуждение на исходной степени по специально 25.00. Замечаниями, Юрий Владимирович, я, в принципе, согласен. Действительно, не хватает, но я постарался заточиться на коллекторах. Если бы я попался в практике и все, то мне кажется, я бы в объем не вошел. Но я постараюсь учесть и в будущем закрыть. С замечаниями Валяя Владимировича, он, к сожалению, находится в санитарном пространстве для лечения, не совсем я согласен, поскольку, если мы вернемся к моему профилю, видно, что куинские отложения, верючие на коллекторском месторожении, также находятся в зоне выступа. Однако за счет того, что они имеют более глюнистый состав, они непродуктивны. Но на куинском месторожении они непродуктивны, например, за счет того, что там более сложная историческая строительность. Если посмотреть с техническую картину, то они сильно различаются. Все, все? Да. Представьте, теперь, вискутки в дискуссии. То, что, вискутки вискутки, вискутки вискутки, 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 Вискутки. Тут очень много было дисферсионных вопросов, я так пытался даже все заметить, на что обращать внимание. Я позволю тогда оси начать с некоторых общих положений, которые может идти в наследство. Когда было открыто месторождение, тогда, академик Рафинок, светлого памяти, обратился с письмом в ЦК КПСС, тогда это было положено, о том, что это месторождение супергигант, надо все закрыть, все работы, бросить все сюда, и мы даем весь мир нефтью, и арабские страны, они там, оставьте где-то туда. Ну, как положено, да, это было. По этому поводу было ЦК спущено письмом ниже, Газплан создал большую комиссию, которая рассматривала эти вопросы. Ну, скажем так, что там существенно снили те суперзапасы, которые были тогда, когда у них. Я не знаю современные значения, которые на этом месторождении сейчас текущие идут, но, в общем, это, конечно, очень крупные. Будет призывать уникальные, уникальные, уникальные. Значит, там много проблем есть с этим месторождением, с этими отдельными, в общем-то, участками, до конца нет такого момента, единых контур, или на какие отдельные, как эти контуры, отдельные, как эти задержи месторожения существуют. Трефимуксорова сделала очень просто. Раз доломиты, значит, шикарные коллектора. Здесь доломиты другие, я одолгое так скажу. Все возможные вещи, он округлил вот так вот, эта площадь возникла неизмеримо больше, чем она реальна. Какая же площадь? Ну, площадь, такая, получилась громадная, и поэтому все это еще. Ну, ладно. Теперь, значит, что касается... Не лагуна. Значит, насчет лагуны и доломиты. Вы знаете, лагуны и доломиты, это лучше в случае безозойкой назой. Ну, не уморет. Доломиты, по крайней мере, повязывая тем более до кембри, а формировались в открытых морских водоемах без всякого повышения солености и прочих вещей. Значит, это... До кембрийских, и до кембрийских. Значит, абсолютный водост, кстати говоря, в отличиеся вещей определен в полтора миллиарда лет. Значит, не будем трогать вопросы эволюции и громаднокоплений, потому что мы можем очень много дискутировать, но это не самое важное. Здесь действительно доломиты не вторичные, первичные, поэтому их первичное пустотное пространство очень невелико. И возникает другой вопрос, какой и почему и как есть. Значит, мне кажется, тут если перейти к корректорам, у нас вообще есть некоторое такое упрощение. Значит, в нашей системе существуют корректора простые, где только один вид пустот, и сложные, где два и больше. Ну, а дальше начинаются простые, вообще, наверное, крайние существа. Что касается сложных, но тут у нас довольно простая ситуация. Коверда, трещины, поры, и между ними знать все эти три слова можно комбинировать, как угодно. Очень интересно, что здесь очень разные, те же коверды, те же трещины очень разные, и по происхождению, по онфологии, и по всему прочему. Но это отдельно отдельно большая интереснейшая проблема для решения корректора. Что сделано здесь, мне кажется? Показано, так, изъющее счастье, вот я не знаю его фамилия, старший новый сотрудник, кто представился и ушел. Это наш. Да, он не важный коверд, не важный фамилий. Значит, он потребовал что? Вот, ГКЗ принимает такую вещь, и вы должны сделать такую. А научная работа показывает, что можно и по другому, вот не вошло в госты, не вошло в положение этого. Вот, но, да, и получается, что есть, чем больше мы берем объем, тем часто, часто мы не будем всегда, получается, в общем-то, больше пустотная пространство. Я могу привести примеры целого ряда херби, ну, совхозное месторождение в предварском прогрении. Газа получили в два раза больше, чем в подсчитанном ГКЗ по всем строгим законам. Почему? Большие пустоты, которые не попадают в керп, которые не учитывают и так далее. Сейчас вообще появилось значительно больше акустики, которые позволяют это учить и лучше. То, что показано здесь, что чем больше мы берем объем, тем больше получается каких-то пустотной выгодить, правильно, неправильно, которые можно и нужно учесть, и в том числе от запаса. И то, что это не принято по каждому ГСС, это вовсе не аргумент того, что это неправильно и не надо делать и так далее. Это как раз интересно показывает, что тут какие-то дополнительные вещи можно ввести. Я прошу прощения, значит, не упадет. Да, насчет еще доломитов и ретарарей, которые были. Кстати говоря, в 1984 году стенах этого государственного, Московского государственного института, Домоносова, американец Роберт Финсбург показал, что в палеозое очень широко развитие ретарарные отложения. Да и далее. Сейчас это, в общем... Враньи поляозовщие шире. Сейчас это, в общем-то, пока много-много раз доказывается, да, действительно, это правильно. И то, что в Рифеи была такая ситуация, крайние мелководия, которые периодически осушались, которые будут сосредоточены... которых сейчас нет... А пытаются сравнивать с Кибель. Так, Луна была близко, поэтому... Что было? Луна была близко, а прилим была 10 градусов. Это уже объяснение... Так что, вот такая ситуация, которая здесь рассматривалась, она, мне кажется, очень интересная. И еще раз, к чему? Что самое в данном случае? Выделены определенные типы пород, типы пустонного пространства и показана характеристика вот этих пустотных... Ну, цифровая характеристика этих пустотных пустотных разных. Для разных типов пород, для разных типов пустотного пространства, каверного, трещинокаверного и так далее, что является, в общем-то, важным для дальнейших работ. Ну, поэтому, я не совсем согласен. Только как предположение, как вариант. Предупреждайте, есть такое положение известное такое, что на каждую проблему существуют два мнения. Мое и неправильное. Так вот, я по воле всех не согласиться. Мое мнение может быть неправильно. Это касается сейчас и карьер, о которой говорилось. Мне кажется, они могут разной. Но это уже вопросы не в работе. Работа, мне кажется, очень капитальная, хорошая, интересная. И это ее... Я не буду говорить, что я буду голосовать за это. Это, наверное, подарок. Спасибо большое. Спасибо. А еще есть желающие? Можно... Да. Я не думаю, что дискуссия здесь по поводу происхождения пород уместна, хотя это очень важный момент. Я хочу остановиться на совсем другом вопросе. Здесь несколько раз звучало, что на кубиках получено увеличение полистости 1-1,5%. Но не услышал ничего, и вроде диссертации тоже нет, что была проведена статистическая обработка этих материалов, и было показано, что это достоверное отличие. Поэтому пока то, что вам кажется очевидным, когда мы статистически начинаем считать с учетом разброса стандартного отклонения объема выборов может оказаться недостоверным. И думаю, что эту работу надо провести, это очень несложно, это можно сделать в Excel даже. А сама эта величина находится с моей точки зрения в пределах ошибки. Вот если бы на 10% было процентов, тогда можно было считаться серьезным. Статистическая обработка это отдельный диссертат. Нет, нет, я только кнопку нажал. Сейчас это не все вредно. Две страницы так будут. Да, да, всем можно. Я просто хочу, как карбонатчики, все, я тоже как карбонатчик хочу сказать. Вообще меня работ очень порадовало. На коне того, что мы видели в прошлый раз, и сейчас это совершенно законченная работа, хорошая работа. Мне есть недостатки, мне есть достоинства, безумно нравится ваш эфират, защищаемое положение, вообще, на мой взгляд, абсолютно не очень хороши, скажем так. Вот я еще, Виталий Геонович, мой коллеги, который сидел здесь, он говорил о том же, о чем мне тоже хотелось бы сказать. О том, что почему мы считаем, что определение на кубиков более правильное, чем определение на цилиндрах. Понимаете, значит, давайте мы возьмем цилиндр, там цилиндр не охватывает все совокупности трещин, которые увеличивают пористость, а квадратик он... А если мы возьмем полноразмерный образец, это так, тем самым мы увеличим пористость на несколько вообще, там, десяток, это неверный совершенно подход. Есть совершенно рассчитанная методика, да, вот, и он не говорил о том, что вы докажите, что там, он говорит о том, какие критерии правильности вашего подхода и неправильность расчета користости по цилиндрах. Я просто, да, тебе, я абсолютно согласна, вы просто мою точку зрения озвучили, да, когда мы говорим о том, что, о такой толще, которая, как ваше месторождение, когда там даже пятьдесят метров, да, мы должны привести статистику, статистику того, что каждый ваш литотип, называете вы его, называете его фацией, не важно, что он обладает действительно такими параметрами, эти параметры располагаются в каком-то диапазоне, ну, как это можно представить о том, что стромотолиты огромной зоны одного типа обладают користостью до десятых процентов, два и три метра нет, пролезаемость не может туда другую вот это очень непонятно, поэтому достоверенность не очень понятна достоверенность того, что вы прогнозируете, потому что если у вас одни доломиты такого типа, вы доломиты такого типа где-то прогнозируете и переносите свои параметры емкости туда, до этого должна быть статистика, которая позволяет вам сделать зависимость устойчивой, тогда действительно вы знаете, что тип такой, можете предположить такие разброспористости, характер причиноватый и так далее, это очуще. И вот еще мне совсем тоже непонятно, я хотела спросить, скажите, пожалуйста, если у вас пористость, даже будет быть 4%, ну 4 там наверное вряд ли, 4 это максимально это значит, 2%, 2%, да, и у вас 50 метров продуктивная толща, это какие площади должны быть у объекта с замкнутым контуром, чтобы дать такие ресурсы, вообще не понимаю, это вообще как-то за грани, но вы называете уникальностью, это уникальность не доказывать, все-таки не доказывать, ну а в целом я буду сказать за, еще не вижу, ну тогда разрешите подвести, мне очень понравилась позиция руководителя, я тоже на своей кафедре, некоторые достижения нашей прошлой советской науки так забывается, сейчас бросается, читает журналы, бросается на это, мы тоже на кафедре и анализ парогенеза киригена минерала Шутера и элтигена минерала генез Косовской, стараемся как-то сохранить, это вот уникальные вот эти вещи, все так забывается, потому что там нужно знать в прошлом и работе, и знать и трудные методы, значит, трудные методы поменять, но это наши достижения, мы их должны, я думаю, что если мы поддержим диссертанты, он будет развивать эту работу дальше, то он найдет и статистику, и прошлые, но если он ошибался, значит, любое исследование, оно в сфере риска, но любая даже ошибка, это все равно достижение полутина ошибки. Я буду любым очень вот этой работой. Теперь, коллеги, давайте изберем счетную комиссию, где предложение, предложение у меня, так, я озвучите, Алексей, Алексеев, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, жемчугу, и полянущий, и полянущий, Владимир Владимирович. Все согласны? Давайте проголосуем. Кто за? против этого и правом не против всего его отрали, не скажем. На пути нас платили из лица. Стоп, 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 потом все и эхо-восисты. Роман, да, да, это Роман. Извините, вас, смеха. Слово последнее. Да, простите, дайте диссертацию последнее. Ну, не греть. Грубо было, а так, поэтому, Сергей Сергеев, скажите заключительное слово, и покуряйте вместе с одной стороны. Я хочу поблагодарить всю Кайфу и комиссию, конечно, тоже за оценные замечания, а Кайфу за помощь в работе. Особую благодарность я своему научному руководителю Тайна Васильевна. Она меня взяла на первом курсе, на третьем, четвертом и шестом передала Евгении Грианне. Она меня научила карбонатом. Ну и, конечно, благодарность Ксении Ванне, и без нее бы не было моей пенитатской и сейчас. Так что, все пять взяли и всем спасибо. Теперь все пропуски, я вам, конечно, 8 лет. Я не знаю, почему тогда. Так, на комитете из города составит по счету голосов по диссертации Романа Сергеевича Саулкина за списками ученых степени передата Георгия Германии. Как вы слышали, состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовало заседание 14. По профилю рассматриваю диссертации 6 докторов наук. Рост на бюллетене 14. Осталось не розданных 7. Оказалось в урне 14. Результаты голосования. За 14. Против диссертации. И действительно нет. Прошу утверждить протокол. Кто за? Против поддержавшихся не вижу. Значит, утверждаем протокол. Теперь можно его и поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заключение. Принимаем? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошая. Ладно, все в рабочем порядке. Давайте проголосуем на заключение. Ну, мы не видели, что сюда надо. Часек. Ну, и заблок. Ну, и заблок. Все. На вас. Зачем. Закончим. Закончим. Роман Сергеевич, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова